Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани, обсуждаем наиболее актуальные, насущные городские вопросы и проблемы. Ну и сегодня мы будем говорить о главном финансовом документе 2015 года. Речь пойдет о бюджете города Рязани на следующий год. Администрация Рязани буквально после выходных планирует внести его в Рязанскую городскую думу. И сегодня вместе с нами в студии заместитель главы администрации Рязани Светлана Горячкина, Светлана Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, каковы же основные характеристики бюджета 2015? Евгения, ну, наверное, вот прежде чем уж перейти непосредственно к цифрам, да, я бы хотела сказать, что сам процесс формирования бюджета на следующий год, 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, он формируется всегда с учетом той экономической ситуации, которая складывается вот на текущий момент. Мы все с вами видим, да, что этот год у нас непростой, да, для нашей страны. И в целом, как бы, сказывается эта ситуация и на экономику регионов, города. Она у нас непростая. И с учетом вот этих особенностей, когда мы видим колебания валютных курсов, когда инфляция несколько превышает запланированный уровень, который был изначально предусмотрен там в федеральном бюджете, когда мы видим, что темпы роста экономики, они несколько снижены, то есть снижается, да, экономика растет, но темпы ее роста, они несколько замедляются. И вот все эти факторы мы обязаны учитывать при формировании бюджета города, в том числе города, да, на следующий год. В чем же, на что же влияет в первую очередь вот эта экономическая ситуация, как она отражается именно на городском бюджете, да, вроде бы казалось, мы не федеральный бюджет, мы не бюджет региона, мы маленький там город в составе большой страны. Влияет он таким образом, что основным доходным источником местных бюджетов, в том числе и города Рязани, это налог на доходы физических лиц. НДФЛ. НДФЛ, да, в простонародье НДФЛ. Это тот налог, который взимается с уровня заработной платы, который получают наши работники города Рязани. И разумеется, когда идет замедление экономического роста, хотя и роста, но замедление, то каждое предприятие, оно оптимизирует внутри свои затраты. И, соответственно, те, скажем так, необязательные выплаты, в том числе и работникам, ну это, как правило, стимулирующие выплаты. Это премии стимулирующие, это премии к праздникам, там, за какие-то результаты выдающиеся. Конечно, предприятие на этих выплатах начинает экономить, оптимизировать свои затраты. И, разумеется, сокращается фонд оплаты труда, сокращается и выплата НДФЛ, да, наши доходные источники, которые к нам поступают. Именно поэтому мы обязаны эти факторы учитывать, когда планируем доходную часть бюджета на 15-й год, там, 16-е, 17-е годы. В связи с Ветис, вот учитывая все эти условия, бюджет города Рязани на следующий год, там, да, перейдем к параметрам, он сформирован по доходам в сумме 7,4 миллиарда рублей. Собственные доходы составляют 57,5% и оставшиеся 42,5% это безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. При этом собственные доходы у нас прогнозированы с ростом 2,3%, поступления из вышестоящих бюджетов сокращаются на 16%, в общий сальдированный результат это где-то минусом 7%. Почему первоначальные параметры бюджета в части поступления из вышестоящих, там, уровня бюджетов, идут с минусом, это не значит, что действительно мы на следующий год получим средства из вышестоящих бюджетов меньше. Это первоначальные параметры. Дело все в том, что последние два года все уровни власти перешли на такой принцип, что участие в муниципальных образованиях субъектов в вышестоящих госпрограммах, там, федеральных проектов, в областных госпрограммах, он осуществляется не на стадии первоначального утверждения бюджета. Мы участвуем в течение финансового года, то есть наступит 15-й год, и каждое муниципальное образование будет участвовать в федеральных и региональных проектах. Поэтому субсидии из госпрограмм мы будем получать в течение 15-го года. То есть бюджет будет, что называется, еще правится? Это увеличивается, совершенно верно, в части безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. Это происходит и в этом году, это происходило и в прошлом году, поэтому безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов у нас однозначно будут увеличиваться в течение 2015 года. Поэтому, конечно же, параметры бюджета, они будут меняться чуть не каждый месяц на следующий год, в том числе и за счет федеральных региональных средств. Вот еще какие-то отличия, скажем так, бюджета 2015 года, помимо того, что он формируется в такой сложной с экономической точки зрения время, есть? Есть. Если смотреть доходную часть бюджета, уж все-таки мы на ней пока остановимся, то структура доходов нашего городского бюджета, она не претерпит существенных изменений. Как всегда у нас НДФЛ в собственных доходах составляет почти 50%, земельный налог от 18 до 19%, налог на вмененный доход – это малый бизнес, скажем так, по нему у нас облагается, он составляет у нас 8%, налог на имущество физических лиц – это 5%, все остальное – это около 20% – это наши неналоговые поступления, это аренда земли, аренды муниципального имущества, это поступление от продажи муниципального имущества земли, то есть основная структура доходной части бюджета не изменится. То, что мы говорим о расходной части бюджета, да, здесь есть специфика, небольшие как бы особенности даже от бюджета 2014 года. Общая сумма расходов бюджета планируется, ну, как бы в первоначальном бюджете в сумме 7,5 миллиардов рублей, и мы выходим на дефицит бюджета в размере 2%. В этом и есть основная особенность. Если мы посмотрим бюджеты даже 2014 года, 2013 года, то первоначально мы их всегда планировали с дефицитами в размере 9%, 8,5%. Этот год был первоначальный план 7,5%. То есть мы не боялись планировать свои бюджеты с дефицитами. На 2015, 2016, 2017 год бюджетная политика несколько меняется. То есть федеральные, региональные и муниципальные уровни сейчас в своей бюджетной политике строго выбрали вектор уходить от дефицитности бюджета. То есть переходить на бездефицитные бюджеты, а в каких-то случаях, где есть возможность, даже на профицитные бюджеты. И, соответственно, и город Рязань пойдет по этому пути. То есть на следующий год мы выходим на уровень дефицита 2%. Это идет резкое сокращение дефицитности бюджетов. Это сделано для того, чтобы обеспечить в долгосрочной перспективе, это 3-5 лет, устойчивость нашего бюджета по уровню муниципального долга. То есть мы должны свой уровень муниципального долга сохранять на таком уровне, чтобы он не превысил 20% от уровня собственных доходных источников. Почему именно 20%, когда бюджетный кодекс позволяет нам 100% от уровня собственных доходов? Мнение экономистов и финансистов в нашей среде, все пришли к единому мнению, что 20% уровня муниципального долга – это самый безопасный, который позволяет муниципальным бюджетам не быть зависимы от поступлений из высшестоящих бюджетов. У нас сейчас, на конец этого года, мы выйдем с уровнем муниципального долга где-то 6,8%. С учетом дефицитности следующего года, это будет где-то 7,6%. Затем в 2016 и 2017 году мы выбрали политику профицитного бюджета города Рязани. Да, уровень его будет не настолько высок, то есть профицитность 2016 года – это где-то 5,5 миллионов рублей, это где-то 0,1% от уровня собственных доходов. Но тем не менее. Но тем не менее, то есть вектор бюджетной политики – выходить на профицитность бюджета, а значит к постепенному сокращению муниципального долга. Слава Ивановна, ну а бездефицитный бюджет – это все-таки сокращение расходной части бюджета. У нас, насколько я знаю, бюджет города Рязани в значительной части, по-моему, порядка 60% предусматривает только выплату заработной платы. Причем заработной платы не чиновникам, а, скажем так, бюджетникам. Это и учителя, и воспитатели детских садов, работники библиотек и так далее, и тому подобное. Вот что касается вот этой части – выплаты заработной платы. Претерпит ли она какие-то изменения? Будет ли она по-прежнему выплачиваться из бюджета? Есть ли там какая-то индексация? Евгений, да, действительно. Если рассмотреть бюджет города Рязани, мы его планируем 7,5 миллиардов рублей, из них 4,8 миллиарда рублей – это только заработная плата. То есть большая часть, даже больше, чем половина, там 60 с лишним процентов – это только заработная плата в бюджетной сфере. То есть это доп. образование, это отрасль культуры, это отрасль физкультуры, это прочие работники в наших детских садах, потому что с этого года мы все помним своим, знаем, что воспитатель, то есть педагогический персонал в детских садах, полностью персонал в школах – это бюджетные полномочия, финансовые полномочия вышестоящего уровня власти, то есть нашего субъекта. Все остальные бюджетники – это полностью городские средства. Заработная плата будет обеспечиваться 100% из бюджета города Рязани. Конечно, в условиях, когда идет сокращение расходов бюджета, то есть возникает вопрос у наших жителей, не пойдет или не повлечет это за собой сокращение именно заработной платы. Ни в коем случае, наоборот, заработная плата на следующий год прогнозируется с ростом на уровень инфляции – это 5,5%. Это заложено в федеральном бюджете, в отношении федеральных бюджетников. Это будет предусмотрено и на уровне субъекта, в отношении бюджетной сферы, за которую отвечает правительство Рязанской области. В том числе будет проиндексирован фонд оплаты труда на 5,5%. Это уровень инфляции в федеральном бюджете. И для фонда оплаты труда наших бюджетников в городском бюджете. Если в суммовом выражении, то рост зарплаты составит на 110 миллионов рублей для бюджета города Рязани. Я вот перебью, я скажу еще даже более того. Мы в своем бюджете пошли не только на индексацию заработной платы. Мы в своем бюджете проиндексировали еще и питание на 5,5%. У нас идет индексация и коммунальных услуг. Мы все знаем, да, с 1 июля каждого года у нас происходит пересмотр тарифов на коммунальные услуги. В том числе и эта статья затрат у нас проиндексирована. Проиндексированы у нас и услуги связи. Хоть они у нас и небольшую часть, процент в структуре бюджета в город занимает, но мы все знаем, что связь, это доступ к интернету в учреждениях, в школах, в детских садах. Сейчас это обязательно является. Поэтому мы и эту статью затрат проиндексировали. Я хочу вот еще заострить внимание, Евгения, на обещание городских властей, это депутатского корпуса и администрации города Рязани в части повышения заработной платы помощникам воспитателей в детские сады. Мы все знаем, что эта категория сотрудников детских садов в указы президента, майские указы президента, к сожалению, не вошла. Тем не менее, эти сотрудники, они напрямую связаны с воспитанием наших детей подрастающего поколения. Когда азы воспитания начинают закладываться именно в дошкольных образовательных учреждениях, действительно, этой группе педагогического состава нужно уделять внимание. И мы выполняем это свое обещание. На следующий год в проекте бюджета города 2015 года мы запланировали дополнительную выплату каждому сотруднику с 1 января на 1 тысячу рублей. Это чистыми 1 тысяча рублей, чистыми на руки будет получать каждый помощник-воспитатель в наших детских садах. Конечно, мы понимаем, что на 100% эту проблему, которая есть в городе с низким уровнем заработной платы, мы не решим. Но, тем не менее, это дополнительная, скажем так, помощь в отношении вот этих сотрудников. С зарплатами, скажем так, разобрались. А вот предусмотрены ли в бюджете 2015 года средства, ну, я бы так сказал, на развитие, да? Что я включаю здесь в это понимание? Это и продолжение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, скажем так, в новые дома, продолжение ремонта городских улиц, дорог, приведение в порядок парков, скверов, создание новых рекреационных зон. Вот удается здесь хотя бы небольшие средства предусмотреть на это? Конечно, Евгения, если мы говорим об оптимизации расходов бюджета, да, и говорим о том, что мы уходим на бездефицитность бюджета, то в первую очередь, конечно же, у нас подлежат оптимизации расходов капитального характера. Ну, это как бы это общепринято, да? То, что идет на содержание, оно сохраняется в бюджетной сети, то, что идет на развитие инвестирования, капитальные там расходы, они подлежат сокращения. Может быть секвестированы. Да, совершенно верно, в нашем бюджете капитальные расходы будут оптимизироваться. Но те вот курсы, которые в последнее время городская власть себе там, да, поставила перед собой задачи, это привести в порядок парковые зоны. То есть эта у нас политика сохраняется. И на следующий год в бюджете города мы предусматриваем первый этап реконструкции Центрального парка культуры и отдыха. Мы уже вот лет пять, наверное, пытаемся подобраться к этому парку, заняться им вплотную и подойти. В этом году уже первые действия в отношении Центрального парка приняты. На следующий год мы заложили 20 миллионов рублей в бюджет города Рязани для того, чтобы первый этап реконструкции этого парка провести. То есть, да, то есть парк у нас на следующий год будет благоустраиваться. В том числе программа переселения также продолжит свое существование. На следующий год мы планируем порядка 67 миллионов рублей только на программу переселения. Если в этом году первоначальный бюджет по этой программе, он был запланирован в сумме 10 миллионов рублей, сейчас мы в течение года добавили еще 13, где-то в ноябре еще 20 миллионов планируем добавить, то на следующий год даже по этой статье у нас затраты также растут, да, до 67 миллионов рублей. В том числе в бюджете города у нас будут продолжаться и предусмотрены средства на ремонт наших дорог, подъездных дорог к социальным объектам. Мы давно говорим об этом проекте, что подъездные дороги к нашим школам, к детским садам, к учреждениям физкультуры и культуры, ну, они оставляют желать лучшего. И, наконец-то, в бюджете 2015 года мы первый раз запланировали средства именно на реализацию этого проекта. Причем реализация этого проекта, она планируется совместно с правительством Рязанской области. Мы в своем бюджете предусмотрели софинансирование прям отдельной строчкой. В программе дорожное хозяйство это мероприятие будет выделено. Вот, и я надеюсь, что эту проблему за следующий год мы частично уже сможем решить. Ну, в 2014 году городские власти очень активно привлекали к решению ряда городских вопросов вне бюджетные средства, вне бюджетные источники. И вот планируете ли продолжать эту работу в следующем году, учитывая то, что бюджет ожидается очень напряженный? Да, я надеюсь на том, что у нас продолжится эта совместная деятельность, так называемое государственное частное партнерство с инвесторами, с бизнес-сообществом нашего города. Действительно, в этом году, наверное, рекордный был год по привлечению именно вне бюджетных средств в нашу бюджетную сферу в части благоустройства улицы Почтовой, парка по советской армии, который полностью практически был выполнен за счет средств инвестора. Это парк на пересечении улицы, ну, скажем так, зеленая зона на пересечении улицы Веденская и Горького, которая после сноса ветхого дома была все-таки проведена в порядок, и такая маленькая, но хоть и зона отдыха, но у нас в городе была создана. Это и парк «Пятидесятилетие октября», рядом граничный с ДК Нефтяник, был приведен просто в порядок, и на сегодняшний день там каждый день колоссальное количество жителей нашего города от мало, скажем так, до велико посещают этот парк, где, ну, действительно приятно отдыхать и провести просто время. На следующий год эти проекты будут продолжены. Наши профильные начальники управления благоустройства и новые управления по пространственному развитию города очень плотно работают с нашими инвесторами, и я надеюсь, что вот это сотрудничество с бизнес-сообществом, оно у нас продолжится и на следующий год. Я благодарю вас, Светлана Владимировна, спасибо, что нашли время и рассказали о бюджете 2015 не только мне, но и нашим зрителям. Заместитель главы администрации Рязани Светлана Горячкина в программе «Лицом к городу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова